Всем привет, Blender 2.8, погнали разбираться тут по текстурам, что да как. Так, закрываем окошко, левая кнопка мыши на свободном пространстве на окне. Следом, вот это всё приближается к колёсикам, колёсико нажатое удерживается, всё это дело крутится. Что ещё можно сделать? Нажать B, всё это дело удалить, на клавиатуре нажать Delete и заходим в Add и нажимаем, допустим, UV-сферу. Приближаем к колёсикам, вы видите, что она, немного полигонов у неё маловато. Заходим теперь в ключ гаечные модификаторы и жмём мультирезолюция. Добавляем сабдивайдов побольше, где-то до пяти. Так, погнали. Сабдивайды добавили, ну и перейдём, давайте в скульптинг. Ctrl-Tab и нажимаем Sculpt Mode. Всё, вот кисть включена, окошко можно вот это расширить. Заходим в граф, вот эти, где кисти, верхняя отвертка с ключом. Вот здесь вот наша кисть стоит, здесь сила давления, а здесь вот размер кисти. Нам нужны текстуры. Заходим в текстуры, вот появилось окошко, можно нажать новое. Вот, высвечивается, здесь внизу уже её настройки, и нам нужно вытянуть ещё одно окошко. Вытягиваем, вытягивается именно вот, наводите вот на эту верхнюю тёмную часть, появляется крестик, вот такой вот, и вы его вытягиваете сбоку. Так, ставим побольше, чтобы объяснять получше, и всё это дело опять же корректируем. Здесь, в одном окошке, нужно зайти именно вот, текстуры внизу, квадратики такие, как шахматная доска. Что ещё можно сделать? Добавляем новую кисть, вот она появилась. Нажимаем на саму кисть с левой кнопкой мыши, и следом создаём ещё новую текстуру, и жмём Open. Высвечивается вот такое окошко, здесь вот нужно найти теперь ту текстуру, которая нам нужна. Вид вот такой, как его изменить? Вот, разный вид меняется в этой панели, ставим большую, и смотрим, находим именно, давайте посмотрим, ну сначала любую, включим текстуру, и нажмём Open Image. Посмотрим, как она рисует, вот таким вот образом она тут наносится, Ctrl-Z, здесь можно опять же нажать Shift-F, уменьшить силу нажатия, получается текстура уже вот такая, и нажать F, сделать кисть побольше. Так, Ctrl-Z, и вот так вот эта кисточка рисует. Так, Ctrl-Z, нажимаем на кисть, вы видите, что здесь ещё вот есть на одну кисточку, на новую, на текстуру места. Так, жмём теперь Open, и находим опять же ту текстуру, которая больше нам подойдёт. Давайте шоу возьмём, жмём Open, так, F, нажимаем кисточку, делаем чуть-чуть поменьше, и посмотрим, как она рисует. Вы видите, что она рисует одной линией, смотрим, включена ли у нас симметрия или нет. Жмём Ctrl-Z, и как с этим делом бороться. Так. Заходим, ставим побольше, поменьше давление кисточки, чуть-чуть побольше размер для объяснения, и посмотрим, что тут ещё есть. Есть Stroke. Здесь есть вот Space. Можно поставить линию. И вот вы её, когда проводите, опять же, внешний вид не очень. Жмём Ctrl-Z, прибавляем в шаг, ну, где-то хотя бы, ну, пока до 100. Так, уменьшаем давление кисточки. Рисуем, вот уже расстояние очень большое. Так, смотрим, что ещё тут. Уменьшаем немножко, левая кнопка мыши оттягивает вот этот вот ползунок. И смотрим, что получается. Вот расстояние уже более-менее подгадали. И вот оно уже более нормальное. Ну, внешний вид у неё, вот вы видите, что какой, нечёткий. Это, опять же, нужно добавить сабдивайдов. Это гаечный ключ. Ещё до 6. Что-то не хочет у меня. Вот здесь вот внизу полигоны. Сколько весит файл? 162 мегабайта уже из-за какой-то полосы. Так, возвращаемся теперь, опять же, в текстуры. Смотрим, что да как. Ну, и попробуем провести её. Вот вы видите, что шов уже более классный. Более такой подчётче стал. Силу надавливания можно ещё уменьшить и ещё раз провести. Вот уже шов более симпатишен. И что ещё тут можно сделать? Это вот фаллум. Добавить, вот включить вот эту полоску. Уже шов будет выглядеть чётче. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, можно убрать симметрию. Отключить тут же внизу. Х, отключаем. Будем работать без симметрии. Вот теперь вот такой шов. Всё нужно подгадывать. Смотрим, добавляем в Simple. Вот уже более-менее что-то получше. Также здесь можно менять метод. Это вот DragDog. Он единично всё наносит. Кисточку сейчас я побольше подставлю, чтобы вы видели. Вот так он наносит по одной части. Следом можно взять Dots. Вот он. Нажимаете, он просто её проецирует. Ну и есть тут такая штука. Oreo Plan. Так, кисточку поменьше. Чтобы показать, как он работает. Выбираем какой-то угол. И попробуем здесь провести. Вот так. Когда он включен, вы видите, что проецируется. Всё нормально. Идёт вот таким вот образом. Полоса. Если сейчас Oreo Plan отключить. Допустим, поставим веоплан. И вот от угла, вот от этого бока. Повести кисточкой. То вы видите, что она именно на краю вытягивается. Вот так. Без Oreo Plana. Так что Oreo Plan надо включить. Следом, тут регулировка идёт. Здесь можно выбирать, опять же, положение. Курва. Спейс. Драгдок. Дотс. Линия. И многое, что ещё. Вот. Одиночные можно наносить. Вот так она выглядит. Всё чётко. Всё красиво. Это анчоррот. Анхоррот. Анчоррот. Вот такая штукенция. Так. Спейс. Вот так рисует. Драгдот. Дот. По одной ставит линия. Рисует именно в разные стороны. Вот такие вот полосы, швы. Так. Что ещё тут можно сделать? Ну, в принципе, вот такая штукенция. Ну, и как не сравнить Blender с The Brush по текстурам, прогоним и это дело. Давайте откроем тулы. Также возьмём сферу. Вытянем левой кнопкой мыши. Жмём Edit Make Polymesh. Жмём Geometry. Делаем всему этому Dynamesh. И добавляем Ctrl-G. Ctrl-G. Дивайдер от сабдивизии. Прибавлю поближе. И стандарт. Альфу подгружаем. Вот написано сбоку альфа. И вот любую альфу берём. Вот она так рисует. Как и в Blender вначале. Ctrl-Z. Также возвращаем назад. И открываем строк. Заходим в Lazy Mouse. Ставим шаг побольше. Лазер радиус чуть-чуть. Тоже побольше. И вот уже кисточка рисует. Draft Size. Можно делать побольше. И интенсивность побольше. Вот такой вот получается принцип. Здесь строк. Опять же. Шаг чуть-чуть побольше. Вот это сильно много поставил. Опять же нужно это всё дело подгадать. И вот так всё это дело рисует. Вот таким вот образом. Всё намного проще. И вот такое качество. И полигоны не скачут. Сильно до ужаса. Ну вот теперь полностью всё. Всем пока. До свидания. Вот такие два процессора. Вот такие текстуры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok